Что делать? Женщины, что делать? Нужно начать быть женщиной. Быть женщиной означает заботиться о ком угодно. Если нет людей, о кошечке или собачке. Если нет собачек, о деревце, которое растет возле дома. И так далее. Понимаете, надо начать жить. Жизнь женщины означает заботу. Если женщина начинает заботиться, у нее появляются волевые силы. Ухаживать за собой, строить отношения и так далее. Она оживает. И она начинает действовать в том направлении, в котором она должна действовать. Приходит время, и она выходит замуж неизбежно. Лень души не дает возможности. Лень души не дает возможности раскаиваться. Не дает возможности быть активной. Жизненную позицию занимать означает заботиться. Одиночество означает лень для женщины. Лень. Она просто уже не может. Ей так хорошо уже. Она не может жить. Она просто застывает. Застывшая судьба означает ленивая судьба. Часто женщины оправдывают свою лень. Они думают, ну все нормально. У меня все нормально, у меня нет проблем. Проблема есть. Женщины нет сил и воли заставлять себя. Это не, 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 нет необходимости в этом женском теле. Женщина никогда не должна заставлять себя. Она должна просто учиться изо всех сил, заботиться. Искать себе объект заботы. Прилагать усилия, чтобы заботиться. И когда женщина начинает так жить, у нее появляется воля, энтузиазм, желание жить, создавать семью. Она расцветает в этом случае. Услышали меня? Древление в волевой спектре, надо себя заставить, это неправильно. Нужно просто начать заботиться о том, кто есть вокруг. Это даст силы раскаиваться и так далее. Силы появляются у женщины, когда начинает жить. Ну, рассказывай. Ого, днем назад я встретила чеколета. И встречи получались очень редкие. Ситуация такая. И все, кто понимает, что я холодная, я не тоска. Еще выясняется, что человек больше алкогольный, больше громадный, говорит, я ленивый, я слабый, и такой никому не нужен. А вы хотели как мужа такого же встретить, что ли? Нет. Это уже все, до свидания. Нет, как мужа, не так же, он не хочет жить. Желание, он не стоит. Но есть два варианта. Или мужчина очень сильный в вашем случае, или очень слабый. Чего вы выбираете? Это, кстати, любой женщины касается. У женщины всегда есть два варианта. Или мужчина очень сильный и придется туго. Или мужчина очень слабый, который не нужен. Что вы выбираете, женщины? Сильного. Вы уверены? Хорошо подумайте. Вот она выбрала и не смогла. Ну? Тогда со слабым. Ну все, вы все решение принято. Но песня-то для вас была, я же специально включил. Где ты раньше был? А любить уже нету силы. Это лень души называется. Начинайте заботиться. Оживайте. Оживайте. Перестаньте жить пустой жизнью. Оживайте, служите, заботитесь о других людях. Женщины. Не ждите пустой жизнью. Для женщины, которая поглощена только работой, это пустая жизнь. И женщина, которая живет в ленье, это пустая жизнь. Для женщины наполненная жизнь, это только жизнь в заботе о ком-то и жизнь с Богом. Два типа жизни для женщины наполнены. Остальное все это просто самовыживание. Понятно, что женщине придется работать, если она одна, иначе она не выживет. Но это не жизнь для нее. Для нее жизнь это забота. Даже на работе надо заботиться, иначе семьи не будет. Будет одиночество. Одиночество в семье, замечательная, хорошая тема. Давайте задавайте вопрос. Вот, вот женщина рядом. Спасибо большое. Не совсем в тему. Совсем в тему, прям супер. Спасибо. Ввиду неправильного моего отношения с мужем. Я замужем уже 14 лет. И вначале он был очень сильным, и я ему позволяла, наверное, вот, его целью развивался на почве моего, потакание. В итоге, вот, он, наоборот, стал заграбировать и спустился. Ну, вы поменялись местами, качели поменялись местами, да? Сейчас вы, как бы, эгоизм проявляете, а он слабеет. Он не то, чтобы слабеет, очень крайняя ситуация. Он алкоголик, он не работает, он живет за счет того, что я зарабатываю для себя, ну, и семью, и детей. Вопрос такой. Я давно уже слышу ваши лекции, и меня в этот год, у меня произошли большие изменения как-то в своем мироощущении. Я вот тоже клуб «Ладос» создавал, в Севатополе. Как-то вот, мое мироощущение изменилось. Я там, как счастье, вожественное, почему, как нужно в этой ситуации, обещать его, но вот, да. Молодец, молодец, все правильно. Рассказывайте. Вы рассказываете, как побеждать судьбу. Но, давайте, но. У нас двое детей, и я переживаю... Не-не, это не вопрос. Давайте я вам вопрос, да, задам. А вот, когда вы стали счастливой, вы как будто бы в этой ситуации, как заново родились, вы стали счастливой. Он ведь получше чуть-чуть стал? Я пока не верю. Ну, хватит... Нет, стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. Есть два только варианта. Или он от вас отдаляется, уходит, как бы, от вас из вашей жизни. Или он становится лучше. Какой из этих двух вариантов в вашем случае работает? Он не уходит совсем, но он... Удаляется? Удаляется, что-то изменит нарушение. Женщины удивительные люди. Ко мне пришла одна женщина. Муж стоял за дверью. Она говорит, Олег Геннадьевич, у меня мужик вообще, вот, понимаете? Ну, вот, я стараюсь изо всех сил. Никаких изменений нет. Ну, как с ним можно жить? Я говорю, а где муж-то? Она говорит, а он за дверью стоит? Я говорю, ну, пригласите его. И мы начали общаться с мужем. Она говорит, ну, вот, вот, Олег Геннадьевич, он курит. Я говорю, вы курите? Он говорит, я уже почти бросил. Я раньше курил 10 сигарет, а сейчас курю меньше одной в день. Она говорит, не хочет молиться. Я говорю, вы молитесь? Он говорит, полчаса в день молюсь. И так далее. То есть, она делала утверждение. Потом я его спрашивала, оказалось совсем иначе, всё не так. И знаете, в чём проблема заключается? Проблема заключается в том, что она не поняла, что она вышла замуж за мужчину. В этом проблема. Потому что в мужской психике перемены происходят крайне медленно и крайне трудно. мужская психика, она очень сильно направлена в одно направление, пусть даже в деградацию, и поменять рельсы очень сложно. Мужчине надо прилагать колоссальные усилия, чтобы поезд поехал в другую сторону. А женщина, она просто не понимает, что это так, и говорит, нет, он как бы не меняется. Вот смотрите, она сейчас рассказала этапы победы над своей судьбой. Это необычный человек. Главные этапы уже пройдены. Слушайте внимательно. Первый этап. Человек просто начинает, несмотря на ситуацию, не бросая близкого человека, начинает правильный путь. То есть человек обращается к Богу, начинает духовной практикой заниматься, начинает работать над собой, и при этом сохраняет семью, находясь рядом с человеком, который деградирует, человек невежести. Теперь вторая стадия. Она утверждается в своей работе над собой, утверждается в духовной практике и создает еще структуру, в которой она дает заботу другим в этой духовной практике. В данном случае это клуб благости. Смотрите, что дальше. В этот момент, когда она утверждается, он останавливается в своей деградации. Но женщине это понять невозможно, потому что она же хочет сразу, чтобы он в облаках летал, а он не летает. Теперь смотрите, что дальше происходит. Она утверждается в своей, и побеждает фактически свою судьбу. В тот момент, когда женщина чувствует, вот это чувство, когда приходит, несмотря на то, что у меня муж деградировал, как она говорит, хотя он уже в это время не деградирует, я чувствую себя хорошо, у меня жизнь наполнена, у меня все хорошо. Поднимите руку женщине, у кого такое произошло сейчас. Пожалуйста, я вас умоляю, не бросайте своих близких людей. Вы уже всю основную работу сделали. Понимаете? Вы потом дальше только хорошее будете видеть. В этот момент он уже не может деградировать дальше. Его деградация останавливается, и он начинает улучшаться. Но его попытки улучшаться кажутся для женщины просто мизерными, потому что он мужчина, а не женщина. Это женщина, раз, и все, и на лекции. Раз, и все поменяло в жизни. Потом раз, и надоело все им этим заниматься, опять живу как раньше. Все очень быстро, понимаете? Мужчин так не бывает. Спасибо вам большое. А вы согласны с тем, что говорю? Или я, может, что-то сочиняю сейчас? Нет, все именно так. Он же лучше стал? Нет, я не знаю. Чуть-чуть лучше стал? Ну, чуть-чуть. Ну, здорово. Скоро будет еще лучше, и все. Там, конечно, всегда будет хотеться больше, чем есть на самом деле. Такова природа женская, и хочется всегда больше от мужчин. Знаете, мужчина эксплуатирует весь этот мир. А женщина эксплуатирует только мужчину. Поэтому она никогда не согласится с его несовершенством. Потому что там находится объект ее наслаждения. И на в мужчине находится объект женского наслаждения. Не в этом мире. Ее сознание направлено только в одну точку. Мне, наверное, потом не стало хорошо жить, что я по-другому знала. Вы Бога поставили выше мужчины. Это победа для любого человека. Когда человек Бога выше человека ставит, вся его жизнь становится прекрасной. Это называется вера в Бога. Остальные все люди верят в людей. Из три типа людей. Одни люди верят в людей. Это люди в страсти. Они верят в свою мечту. И всегда ради этой мечты живут. Они думают, что у них будет светлое будущее. Вот это роман. Несмотря на то, что Олег Геннадьевич сказал, что такого нет, у меня все равно будет. Это люди в страсти. Они верят в это вот, вот это вот принц на белом коне, там и все прочее. Вот это вот дурманом сладким веяло. Они в это верят, ради этого живут, что когда-нибудь это к ним придет. Есть люди в невежестве, которые верят только в себя и хотят нахрапом победить этот мир. Люди, которые через насилие действуют. Что женщины, что мужчины. Такие люди, несомненно, потерпят неудачу в жизни. Есть еще третья категория людей. Это люди, которые поняли, что на первом месте всегда в жизни стоит высшая личность или святость. Когда человек это понимает, тогда все остальное в его жизни обязательно устроится. Обязательно. На сто процентов. Когда он сдаст свой экзамен. Дополнение. Дополнение небольшое. Спасибо вам, что вы встали. Очень важно. У нас сколько времени-то? Чувствую. У нас еще чуть есть время. Нет, нет, все, вопросы. Дальше мы двигаемся темы. У нас есть темы. Итак, разводы и их причины. Главная причина разводов такая. Давайте немножко мы с вами поговорим просто о системе, которая есть. Я не часто в современной науке вижу гениальные вещи, которые действительно существуют в жизни. Но разок я у одного психолога по семейным отношениям увидел одну кривую. Буква В. Эта кривая означает то, что есть на самом деле. Это и есть то, что бывает. Сначала люди влюбляются друг в друга, и у них очень много счастья. Потом они привыкают друг к другу и постепенно узнают, что у них есть эгоизм. В это время они живут уже не менее 5-6 лет вместе. И когда приходит время 7-8-9 лет, их отношения находятся на пике, с самого низа, потому что вот эта вот идея, что я с мечтой своей буду жить, терпит полное фиаско. Никакой мечты нет, все люди имеют недостатки, и эти недостатки всегда будут причинять боль. У женщины женские недостатки причиняют мужчине боль, мужчины мужские причиняют женщине боль и так далее. В это время, если они, эти люди, не начали заниматься духовной практикой, практикой шансов сохранить семью нет, за исключением тех случаев, когда люди просто тупо живут друг с другом на этом низу, не имея никакого счастья, никаких отношений, просто как два растения рядом. Стоят и растут в каждой своем горшке в разных комнатах. Если человек начинает заниматься духовной практикой и понимает, что близкому человеку надо отдавать, а брать надо не у него, а у Бога, потому что все хотят брать друг от друга, с этого момента его буква В начинает идти в другую сторону. И он просто служа близкому человеку, заботясь о нем, первое время не имея никаких чувств к нему вообще, вдруг в какой-то момент замечает от него благодарность, симпатию, хорошие качества и все-все самое лучшее, что может быть в человеке, этот человек замечает, постепенно служа ему. Его буква В повышается до самого верха, доходит до самого пика опять, и человек видит, что он победил свою судьбу. Это уже означает, что в это время пришло уважение в семье, пришла верность. Он знает, что это единственный человек в его жизни, и другого ему не надо. И дальше в результате старения организма отношения чуть-чуть становятся более холодными, из-за того, что старость всегда все остужает. Но не из-за того, что они как бы должны разойтись там и так далее. Теперь, большинство людей разрушают свою семью, вот когда чуть-чуть пошло вниз, потому что они вообще ничего вниз не хотят, они хотят только гулять. То есть их концепция жизни, эта страсть, означает просто наслаждение телом близкого человека. Такие люди хотят только наслаждаться друг другом, и это выражается в виде, сначала в виде влюбленности и романов, то есть сначала они романами живут своими и разрушают отношения, если роман заканчивается, а потом они просто тупо ищут себе партнера по половым отношениям. Вот эти гуляки никогда не смогут создать семью, пока они не поймут, что надо терпеть близкого человека и страдать ради него. Вторая категория людей, это невежественная категория, они не могут создать семью, невежественное отношение к семейной жизни. Следующая категория людей, это те, которые понаслаждались друг с другом, сильно привязались, у них создалась семья, есть дети, они мучаются друг с другом, но бросать не могут, потому что на что-то еще рассчитывают. Они живут вместе, мучаются, и отношения все потихоньку хуже становятся. Почему? Потому что они все больше узнают, насколько человек по природе эгоистичен, через своего близкого человека узнают вообще людей, насколько люди по природе эгоистичны, узнают об этом. Постепенно отношения приходят до ручки, но если человек начинает заниматься духовной практикой, служить Богу, то вот это все сглаживается, и буква В может стать совсем неглубокой. Потому что знайте, что как только начинается служение близкому человеку бескорыстного, бескорыстное, бескорыстие невозможно найти в семейной жизни, если человек не поклоняется Богу, невозможно вытащить из себя бескорыстие, потому что желание счастья от близкого человека настолько сильное, настолько упорное, что избавиться от него своими силами без духовной жизни, без помощи святости невозможно никому. Поэтому пока у вас не появится алтарь в квартире, пока вы не начнете служить Богу в своей вере, в своей традиции, в своей культуре, ничего не меняя, поздравляю вас с праздником, пока вы не начнете это делать, никаких шансов сохранить семью нет, мои хорошие, потому что сил не хватит, сил не хватит. Большинство людей разводятся вначале, потом те, которые смельчаки, которые проживают еще где-то через 8-10-12 лет совместной жизни. Те, кто проживают больше или мучаются какое-то время друг с другом, или буква В начинает идти вверх, а тут уже расстаться невозможно. Потому что человек видит то, что он хотел в жизни, настоящие, чистые, светлые отношения начинают появляться в его жизни. Итак, слушайте меня внимательно. Если вы видите, что в вашей семье вы очень жестоко относитесь друг к другу, это значит, что Богом в вашей жизни даже и не пахло, потому что Бог проявляется в личной жизни как совесть. А если вы ведете себя бессовестно друг с другом, значит, веры в вашем сердце нет. Вы даже при этом можете заниматься духовной практикой. Духовная практика означает совесть. Всегда. В личных отношениях. Можно там приходить, где-то рассказывать что-то друг другу, вместе какие-то программы проводить, потом приходить домой и орать на близкого человека. Это означает, что Бог в сердце еще не появился. Бог означает совесть. Совесть означает способность принимать человека, прощать и терпеть. Так действует совесть в сердце человека. Вторая категория людей. Если в ваших отношениях нет жестокости, но также нет и глубины, если вы не можете открыть сердце друг к другу, если вы живете ради совместных каких-то интересов, пусть это будут дети, квартира или что-то еще в этом роде, то это значит, что Бог уже есть в вашей жизни, но очень слабо, очень слабо. И пока вы не усилите свою духовную жизнь, не будете заниматься ей серьезно, отношения глубокими не станут, потому что эти отношения формальные и отношения возможности наслаждаться друг друга и терпеть друг друга. Знаете, большинство людей для чего живут рядом друг с другом? Для того, чтобы пользоваться энергией друг друга. Мужчина приходит домой, потому что ему нравится жить в энергии женщины. Она спокойная, приятная, заботливая. Женщина находится рядом с мужчиной только потому, что ей нравятся энергии мужчины. Это мужчина, на который можно положиться, опереться. Она дает возможности какие-то в жизни детей, там и так далее, квартиру. Это называется корысть. Это корысть страсти. Имеет природу влюбленности. Человек думает, что он любит близкого человека. На самом деле он просто пользуется привилегиями противоположного пола. И все. Настоящая любовь возможна только, если человек служит Богу и в этом служении начинает чувствовать святость сначала в других, а потом в своем собственном сердце. И эта святость в своем сердце дает ему возможность просто тихо, спокойно терпеть, принимать и служить близкому человеку. Сначала терпеть. Сначала надо близкого человека просто вытерпеть. Это очень сложно. Потом принять. А потом уже служить. Эти три стадии победы над своей судьбой очень сложны. Но когда человек уже начал служить близкому человеку, все самое трудное в его жизни уже позади. Один мужчина, который верит в Бога, пришел к своему наставнику и сказал, ну слушайте внимательно, это реальная история. Я знаю этого человека. Он пришел к наставнику и сказал, я уже и это принял от своей жены, и это вытерпел, и это уже принимаю. И все, 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 как бы уже принял и вытерпел. И у меня сразу возникает вопрос, а зачем мне тогда нужна семья? Может мне жить отреченной жизнью уже? Теперь, потому что я уже на все согласен. И все принимаю. И наставник, знаете, ему что сказал? Ответ. Что? Да, только теперь ты будешь счастлив в личной жизни. Только сейчас придет счастье в твою жизнь. Запомнили эту историю? Это ваша история, ваши судьбы. Каждого из вас. Каждого будет именно такая история. Итак, одна женщина подошла ко мне и говорит, Олег Геннадьевич, я не могу понять, у нас семья, двое детей, у нас нормальная жизнь была, у нас все было хорошо и с сексом, и с отношениями. Почему он меня бросил? Почему он нашел другую девушку? И еще я не могу понять, Олег Геннадьевич, почему Бог его за этого не порвал? Почему он там наслаждается, живет там счастливо? У него завелись еще какие-то другие дети в соответствии с вашими лекциями. Он должен вообще быть низвергнут. А он живет и нормально, но при этом меня жестоко бросил, я осталась одна с двумя детьми. Жене, смешно, да? Теперь слушайте. Вот если человек живет с близким человеком, просто из-за семьи, из-за детей, из-за школы, из-за дома, который мы строим, или квартиру, на которой мы копим, просто из-за того, что мы вместе спим в постели, у нас много общего, знайте, что вы потихоньку разрушаете свою семейную жизнь. Потому что все это не является основанием, заставляющим человека остаться рядом. Единственным основанием, которое может заставить человека остаться рядом, является совесть. И эта совесть приходит в жизнь только в результате служения Богу. Если вы все это время просто живете и ходите на работу, но вы не начали думать о том, что такое святость, не повесили изображение святых мест, иконы не повесили в своем доме, не создали алтарь, не начали включать духовную музыку, не начали смотреть нравственные фильмы, не начали молитву, не начали освященную пищу готовить. Если вы это все делать не начали, совести в вашем месте, где вы живете в вашем доме, не появится. И это значит, вот эта идея мечты в сердце близкого человека будет потихоньку тлеть. И в какой-то момент эта мечта придет в его жизнь и разрушит вашу. И он забудет про то, что он любит своих детей. Понимаете, когда человек отравляется влюбленностью, эта влюбленность — страшный яд для сознания. Представляете, мужчина, который отравляется влюбленностью к другой девушке, у него остывает чувство даже к своим родным детям. Он даже к ним не относится так глубоко, как раньше. Они становятся получужими для него. Представляете, какая сила? То есть у него была семья, у него была любовь к жене, к детям. Все разрушается просто этой влюбленностью к другому человеку. Так почему вы тогда боготворите это чувство и считаете его таким возвышенным? Что здесь возвышенного? Если такая сила разрушительная в нем находится. Так зачем тогда об этой влюбленности думать и мечтать? Оставьте ее в покое. Пускай она живет своей жизнью, а мы будем жить своей. Есть семья, есть дети, и слава Богу. Надо думать о Боге, жить для Него, и когда совесть придет в вашу семью, никто друг друга бросать уже не будет с этого момента. Это невозможно. Совестливый человек бросить не может. Бог ему не позволит сердце. Итак, мы разобрали тему развода и их причины. Причина только одна бездуховность. Других причин нет. Есть еще тяжелая судьба. Бывает такое, что человек духовный, развитый и все равно разрушается семья. Это особое испытание, в котором человек обязательно получит свои награды, если он его пройдет. Семейная жизнь не разрушает. Семья может разрушиться, но Бог может дать кого-то еще дальше. Понимаете? Бывает такое, что семья разрушается в силу непреодолимых обстоятельств. Вообще, могут убить близкого человека, он может погибнуть. Всякое может быть. Но возможность жить вместе, такого человека не пропадает. Это просто испытание, которое должен пройти. И все. Я не рассматриваю этот случай. Я рассматриваю тот случай, когда человек просто наслаждается жизнью, думает, что у него всегда будет все хорошо. Это глубокое заблуждение. Нужно начать служить для Бога, совесть, культивировать в семье, иначе шансов нет. 80% разводов сейчас у нас в стране, и это означает 80% бездуховности в нашей стране люди на 80% бессовестны. Не имеют в сердце глубоких отношений с Богом, к сожалению. Но мы должны поменять эту ситуацию с вами все вместе. Своим примером. Своим примером. И первое, что мы должны сделать, мы должны остаться в своей вере и углубляться в нее. Углубляться. Ничего не меняет. Итак, вот эта тема «Жили-жили, плыли-плыли и приплыли». Кого вопрос? Да? Мужчина всегда, мужчинам интересно давать, мужчины более искренние в этом плане, если они задают вопросы. Спасибо большое. Ситуация была такая, что послушал много лекций, и я решил, что перегреплю. И в последний момент, буквально недели за две свадьбы, я почувствовал непреодимый груз того, что вся семья вообще не любит и просто не придалось как-то прикалывать, считая меня каким-то необычным. Вы же необычный? Не знаю. Вы необычный. Надо мной тоже все прикалываются. И любовь между нами, она чувственная, она не смогла пройти. Когда мне наставники сказали, чтобы я женился, я уже в эту мусорь оставил, и первая мусорь, которая у меня возникла, это агентство. Хотя я продолжал искать других девушек. И как только у меня отношения вроде как начинались, а все время приходила она, хотела пытать, я начинал опять вспоминать. Давайте короче. Что получилось в результате? Мы не можем быть вместе, хотя друг друга не может быть вместе. Не знаю, что происходит. А что происходит? Вот что вам мешает быть вместе? значит вы не готовы создавать семью просто ведь вы не можете терпеть женские эмоции да? А что тогда не дает быть вместе? Она вас не кормит что ли? Можно и так сказать. Не любит готовить да? Любит но не то что то что я она для себя готовит не для вас да? вы скажите что вам нравится? Ну тогда кушайте то что она делает мои хорошие видите это означает ну вспомните творение как там и не писай в мой горшок а как там а не играй в мои игрушки и чувствуете все это означает не это означает что вы не готовы просто жениться не созрели просто еще надо строить отношения с ней продолжать общаться но не в формате очень близких отношений в формате дружбы постепенно вы созреете и как бы она начнет готовить для вас а не для себя а вы начнете любить то что она готовит это просто не зрелость нормально люди созреваются со временем все приходит а с мясом как быть ради вас она бросится временем смотрите он со мной торгуется видите а геннадь сначала все-таки стулья да игнать сначала стулья да потом деньги каждая женщина привязанных с наставлением родителей если женщина не привязана к наставлениям родителей она не благочестива благочестива женщина любая привязана к наставлениям своих родителей И в плане вот этих всех вещей, мясо, не мясо, женщине очень трудно поменяться, потому что она имеет стабильную природу, ей трудно. Общайтесь, строите отношения на дистанции пока. Эта дистанция поможет обоим, а эта дистанция будет вызывать в ней желание развиваться, вас учиться терпеть женскую природу, женский характер. Женщины, послушайте внимательно. Это сейчас для вас будет очень полезно услышать. Я ему сейчас очень сокровенные вещи, которые только в мужском клубе говорю. Сейчас скажу про всех, потому что он очень верит моим лекциям, и я сейчас ему дам наставление при вас. Это будет для вас, для всех женщин. Как вас зовут? Роман, дорогой мой. Вы даже представлений не имеете, что в личной жизни, на самом деле, в личной жизни женщины вытворяют. Вот то, что она сейчас делает, это просто цветочки. Мужчина все равно все это должен вытерпеть. Женщины, вы согласны? Теперь я еще продолжу, Роман. Самое удивительное заключается в том, что они не хотят этого делать. Они всего этого вытворять не хотят и не могут с собой ничего сделать. Потом, когда они все это делают, они и говорят близкому человеку, что я женщина, и у меня вот так все происходит. А ты-то что выходишь из равновесия? Ты же не женщина. Так ведь? Поэтому, Роман, будьте счастливы тем, что в этом мире есть женщины. Они нас делают крепкими, сильными, мужественными и отважными. И не пытайтесь найти себе кого-то другого в жизни. Если вы хотите создать семью, вам надо искать женщин. Понятно? Я не буду сейчас говорить про мужчин, потому что только женщины, способные себе слушать во время лекции правду. Мужчины сейчас все убегут отсюда и смогут это услышать. Бай такими, да? То есть мы жили-жили и приплыли. Давайте вот туда микрофончик. Женщина, вы не обиделись на меня? Все нормально? Спасибо вам. Мужчина не лучше, честно вам скажу, вообще не лучше. Точно такие же. И тоже куча проблем. Здравствуйте. Кстати, я прошу, что мне удалилась, можно задать вопрос. И я как раньше, можно сказать, в интрепуте. Мы замужем за дет. Вот это как раз было в случае, когда он был сильно влюблен от меня, а потом в мороз. А полтора года назад он меня начал изменять. Потом я об этом узнала и я попросила. Но измена означает, что совести нет ведь в отношении, правда? У вас, вы ведь занимаетесь духовной практикой, насколько я знаю. Я вас уже не первый раз вижу на лекции. Да. Но это вот как раз произошло, когда я узнала про этой резиденой. У него, что я за морозом очень была неправда. А, то есть вот с этого момента начали другую жизнь. И сейчас что происходит? Сейчас он тоже изменяет? Да. Он сначала все пошло на воправку, а потом в какой-то момент отношения стали уже довольно хорошими. И он сказал, что давай мы попробуем жить отдельно, у меня вроде к тебе уже и тянет. Но при этом я чувствую, что это вот цель, что я ее должен. И вот это меня отталкивает. Вот давайте, ну как бы отдалимся. И вот мы как раз так и сделали, я с ребенком, грехом, к его родителям, он стал все один. Жизнь. Это была ошибка, это была ошибка. Но не было возможности, у кого-то страхи. Не надо было его отпускать. Вы позволили ему грешить. Да, но вот твои решили. Ответственность или ответственность, это и есть любовь. То есть видите, он вам сказал, у меня к тебе есть настоящая любовь, но я хочу наслаждаться жизнью. А вы ему сказали, ну иди наслаждайся. Ну, если все равно, что я... Нет, ну он так и сказал, что он просто не понимает, что он говорит. Настоящая любовь — это ответственность перед человеком, а желание балдеть, это не любовь. Он выбрал этот балдеж сейчас. Это путь в никуда, понимаете? Это же ваш муж. Зачем вы ему позволили это делать? Мне казалось, это как именно в отношениях тоже все отдельно. А вот в этом случае не нужна была жизнь отдельно. Ну вот я не смогла это отличить. И потом, через... Сначала все было хорошо, а через два месяца он уже любился в другую девушку. Ну понятно, это же никогда не остановится. Да, вот получается, уже за полгода они вместе, и теперь от этого пишут мне, там. И я не знаю. Я, в принципе, чувствую, что в серьезности в нем не появилась. Просто, наверное, охладела уже к ней. И сейчас он в Амстердаме с ней пишет, мне кажется, там, очень часто. Приезжает, и надо что-то решить. Он приезжает назад сюда, что ли? Ну да. И вы общаетесь с ним как? Да, сейчас переписываемся. У вас близкие отношения с ним есть в это время? Еще вопрос в том, что я, получается, жила с его родителями, вот, тоже не очень все складывалось. Это нормально, это правильный выход с его родителями, это хорошо. Но его мама очень эмоциональная, она очень... А у нее не было желания ему говорить о том, что он не прав? Да. Она делала это? Просто он совсем их не слушает. Он с ними практически не общается. Очень. Вам надо сейчас... Вам надо сейчас этому человеку ставить серьезные условия, вести себя с ним очень строго, но не отталкивать от себя. Надо ему сказать, что он должен... Я готова жить с тобой, должен порвать отношения, которые у тебя сейчас есть, должен делать то-то, 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 то-то. И тогда я смогу тебя постепенно простить. Если ты всего этого не делаешь, я не смогу принять это все. На самом деле я этого и так простила. У меня какой-то обид. Вы слушаете сейчас то, что я говорю, Илья? Сейчас речь идет не о вас. Проблема заключается в том, что вы не умеете воспитывать мужчин. Женщина, слышите, да? Женщина — это не губка, понимаете? Это не бесформенное существо, с которым можно делать все, что хочешь. Женщина должна, обязана воспитывать своего мужа строгостью. И строгость надо проявлять не тогда, когда он уже распустился, а когда только самые первые признаки этого пошли. Надо быть как скала сразу. То есть надо в этот момент очень твердую позицию занимать. Это не означает ревность, это означает здравый смысл. Мужчину надо вот так сразу охлаждать, когда у него появляются вот эти вот идеи какие-то. И вы сейчас так должны себя вести. Вы должны поставить ему очень строгие условия совместной жизни и наблюдать дальше за ним. Не думая, придет он назад или не придет. Сейчас уже от вас ничего не зависит. Вы должны просто поставить условия и смотреть. Если его потянет назад, вы должны строго очень себя вести и не позволять больше ему, этому человеку, наглеть вообще в жизни. И если он не сможет вернуться назад, ваши строгие условия его испугают. Это его проблемы. Это не значит, что вы бросили этого человека. Понимаете? Это значит, что вы сдали свой экзамен. Вот сейчас для вас не сдать экзамен, это сделать второй шаг в сторону вот этой распущенности. Вы сделали уже первый шаг. Ну иди поживи один, иди поизменяй мне. Это первый шаг. Теперь второй шаг. Ну да, я тебе принимаю, живи как хочешь и делай все, что хочешь. Это второй шаг к его распущенности. Последствия необратимы. Пока Бог хочет, чтобы вы были вместе, его тянет назад. Вы должны стать строгой с ним и при этом не отвергать его. Это только с помощью Бога можно сделать. Нужны духовные силы. Иначе у вас ничего не получится. Нет, я так и думала, я хотела вас спросить. Еще можно уточнить по поводу... Я хотела сейчас снять квартиру отдельно. с ребенком. Но я не знаю. Супер идея. Супер идея. Отлично. Если есть возможность, нормально. То есть лучше отдельно, чем с его родителями. У нас хорошие отношения, но постоянные конфликты возникают. Нет, не лучше отдельно. Лучше с его родителями, но если вы не можете, отдельно тоже хорошо. С его родителями до последнего момента лучше. Лучше с его родителями до последнего момента. А вот просто проблема, что она специально говорит, как мне надо вести себя с ребенком, что я себя веду неправильно. Это супер. Это супер. Представляете, как она вас воспитывает, какую она пользу для вашего характера делает. Если вы научитесь снисходительно к ней относиться, если вы увидите, что это грех так себя вести, вы можете аккуратно делать как надо, но при этом всегда ее слушаться. Представляете, какую пользу для вашего характера это будет иметь в будущем. Я же могу согласиться, но мне надо ее не поступать так, как она говорит. Не обязательно. Если она греховная, что-то говорит, не обязательно так поступать. Может, делать по-своему, но при этом уважать ее мнение. Старшим нужно уважение. Это самое главное. Итак, мы переходим к третьей теме. Это победа над трудностями судьбы. У нас практически не осталось в времени. Уже. Давайте проведем небольшую такую обратную связь. Она нужна, потому что я пошел на риск, на серьезный, беря этот формат. Вам не было скучно? А кому было скучно? Кому хотелось больше образовательных таких вот моментов, больше знания, систематической подачи? Несколько человек. Вы готовы прийти на продолжение? Вот в этом формате. А вы кто руку подняли? Пойдет, да? Хорошо. Понимаете, есть два стиля подачи материала. Есть систематические подачи, которые разжевывают все по полкам. Вы, очевидно, недавно начали ходить на лекции? Нет, давно ходите? У меня много таких систематических лекций. Много очень, достаточно. А вот таких, которые вот так более жизненно все разбирают, их мало. И их невозможно провести в аудитории, в которой только начинают меня слушать. Понимаете, есть только пару городов, в которые я приезжаю очень часто. Это Москва, Питер, Киев. И только в этих городах я могу такой формат проводить, как сейчас. Понимаете? В остальных местах это вообще невозможно. Нормально? Будем продолжать? Хорошо, тогда все сели прямо. Сейчас у нас будет тренировка. У нас есть фестиваль «Благость». На этом фестивале я впервые рискнул и сделал одну вещь, которая потом произвела очень серьезное впечатление на сознание всех людей, которые присутствовали, на мое сознание. Порядка 500 человек рано утром все сели, все вместе. Мы включили фоном православную музыку, поставили на алтарь изображение, все, что связано с верой разных традиций всех людей, которые были в этом месте. И каждый начал читать свою молитву. Кто-то повторял, я желаю всем счастья, не имея молитвы своей. Кто-то молился. Все молились негромко, чтобы не мешать друг другу. И это мероприятие длилось час от самой молитвы. Результат был потрясающий. Люди просто были счастливы бесконечно. Многие говорили, что мы никогда не испытывали такого чувства, когда мы молились только в кругу своей веры людей. Знаете почему? Как вы думаете? Мои хорошие, потому что сейчас самое страшное, что может произойти в этом мире, это самое страшное, связанное с враждой, религиозной враждой. Люди сейчас убивают друг друга из-за веры. Понимаете? Из-за веры. Они разрушают свою жизнь, идя в смертный бой, или просто привязывают к себе какие-то взрывчатки и взрывают себя просто с невинными людьми рядом. Понимаете, это все происходит из-за того, что у нас нет представлений о том, что Бог есть не только в моей вере, а также и в других. Эти представления сейчас в мире очень важны. И несмотря на то, что есть много людей, которые сильно хотят, чтобы я перестал читать эти лекции, я буду продолжать это делать, потому что для мира это крайне важно сейчас, научиться уважать чужую веру. именно из-за отсутствия этого уважения в этом мире провелось очень много крови. Самые большие разрушительные войны были именно основаны на религиозных противоречиях. Люди поубивали очень много людей из-за того, что они верят по-другому. Понимаете, мы должны, мы цивилизованные люди, мы должны научиться как-то принимать друг друга. Понимаете, научиться как-то так жить, чтобы не было вот этих вот развития, этих четырех стадий разрушения мира. Первая стадия. Моя вера единственная и неповторимая. Она лучше, чем все остальные. На этой стадии сейчас много, многие верующие люди находятся. И как они не говорят о мире между религиями, у них все равно в сердце есть эта идея, и она очень глубоко сидит. Вторая стадия. Люди не моей веры. На самом деле, эти люди нехорошие. Все люди не моей веры нехорошие, и только люди моей веры хорошие. Все остальные, они плохие. Третья стадия. Те люди, которые не моей веры, это исчадие ада. Понятно, что их не надо убивать, но и жизни хорошей им тоже давать не надо. Это зло. Все, что связано с моей силой, верой, это добро, а все, что связано не с моей верой, это зло. Это третья стадия. И как вы понимаете, четвертая стадия что означает? Убий неверного называется четвертая стадия. Понимаете, да? Систему. И как вы думаете, эта система Богом придумана, или с кем-то другим? Подумайте на этот счет, наихорошее. Подумайте. Пришло время всему миру об этом подумать, потому что если мы об этом не подумаем все вместе, то дальше последствия будут очень печальными. Сейчас давайте включимся в молитву. Каждый молится свое в сердце. Мы вслух повторяем. Я желаю всем счастья. Каждый человек кланяется в своей вере, святыне. Представляем все святое, что у меня есть. Ничего не меняем. Сегодня у нас большой праздник православный. Святой Дух не зашел на посвященных, на апостолов. И у нас сейчас будет играть православная музыка. Мы повторяем. Я желаю всем счастья. Кланяемся. Святыне в своей вере. И очень серьезно слушаем тех, кто молится. Да, человек слушает молитву, неважно в какой вере. В данном случае мы будем слушать православную молитву. Человек соединяется с Богом. Когда люди вместе поют о Боге, то это соединение дает огромную силу. Эту силу надо направить в сердце, сказать, я желаю всем счастья и покланяться святыне в своей вере. Вот это то, что мы сейчас будем делать. Эта практика совместная очень сильно помогает очиститься, освободиться от всех глупостей, которые живут в сердце, и направить свою жизнь в правильное русло. Это не значит, что люди должны разрушить храмы, и все-все объединиться вместе, создать какую-то общую веру, молиться все вместе по-разному. На самом деле, самая глубокая молитва, самая лучшая всегда будет у человека только в его вере, только в его храме, только с его наставником рядом. Это самое глубокое, что может быть в жизни. Когда люди собираются так же иногда и все вместе, чтобы пожелать всем счастья, это самое лучшее, что может быть в этом мире. Самое глубокое – это в своей вере, а самое лучшее – это мир. Только в атмосфере мира можно молиться. И в глупостей.